Реформы молодого Иосии. Вторая книга Паралипоменон, 34 глава с 1 по 13 стих. Восемь лет было Иосии, когда он воцарился, и тридцать один год царствовал в Иерусалиме. И делал он угодное в очах Господних, и ходил путями Давида, Отца Своего, и не уклонялся ни направо, ни налево. В восьмый год царствования своего, будучи еще отроком, он начал прибегать к Богу Давида, Отца Своего. А в двенадцатый год начал очищать Иудею и Иерусалим от высот и посвященных дерев, и от резных и литых кумиров. И разрушили пред лицем его жертвенники ваалов и статуи, возвышавшиеся над ними, и посвященные дерева он срубил, и резные и литые кумиры изломал, и разбил в прах, и рассыпал на гробах тех, которые приносили им жертвы. И кости жрецов сжег на жертвенниках их, и очистил Иудею и Иерусалим. И в городах Монассии, и Ефрема, и Симеона, даже до колена Невфалимова, и в опустошенных окрестностях их. Он разрушил жертвенники и посвященные дерева, и кумиры разбил в прах, и все статуи сокрушил по всей земле Израильской, и возвратился в Иерусалим. В восемнадцатый год царствования своего, по очищении земли и дома Божия, он послал Шафана, сына Ацалии, и Маосею, градоначальника, и Иоаха, сына Иоахазова, геописателя, возобновить дом Господа, Бога своего. И пришли они к Хелкии, первосвященнику, и отдали серебро, принесенное в дом Божий, которое левиты, стоящие на страже у порога, собрали из рук Монассии и Ефрема, и всех прочих израильтян, и от всего Иуды и Вениамина, и от жителей Иерусалима. И отдали в руки производителям работ, приставленным к дому Господню, чтобы они раздавали его работникам, которые работали в доме Господнем, при исправлении и возобновлении дома. И они раздавали плотникам и строителям на покупку тесанных камней и дерев для связей и для покрытия зданий, которые разорили цари иудейские. Люди сие действовали честно при работе, и для надзора над ними поставлены были и Ахав, и Авадия, левиты из сыновей Мирариных, и Захария, и Мешуллам из сыновей Каафовых, и все левиты, умеющие играть на музыкальных орудиях. Они же были приставниками, надносильщиками, и наблюдали над всеми работниками при каждой работе. Из левитов же были и песцы, и надзиратели, и привратники. Размышления, часть первая. Царь ищет Бога. Вторая книга про Липоменон, 34 глава, с 1 по 7 стих. В этом отрывке мы видим еще одно свидетельство Божьей благодати. Иосия, внук неудачливого правителя и сын нечестивого, становится Бога угодным царем. Его духовное пробуждение в подростковом возрасте закладывает основу для последнего обращения иудеев к Богу перед окончательным порабощением Вавилоном. Преданность Иосии Богу описывается словами, которые заставляют нас вспомнить величайшего царя израильского Давида. Иисуса Навина, избранного Богом, ввести Израиль в землю обетованную. Несколько лет Иосия возрастает в познании Бога, а затем начинает очищать землю от язычества и идолопоклонства. Посвятив себя поиску Бога, мы тоже получаем возможность вырваться из рабства греха. Поиски Бога приводят Иосию к личному обращению и реформированию окружающей действительности. На какие события Бог призывает вас повлиять ради Него? На шестом году очищения страны от идолопоклонства Иосия берется за масштабную задачу по восстановлению храма. Эта реформа по праву ставится ему в заслугу, поскольку именно по его инициативе в Иудее начинается духовное обновление. Но главное – как на нее реагирует народ? Те области, где языческие жертвенники были разрушены, теперь щедро жертвуют на работы в храме. Левиты верно исполняют возложенные на них обязанности. Мы можем надзирать за рабочими и следить за тем, чтобы каждый был вознагражден по справедливости. И, наконец, работники трудятся честно. Мы видим иллюстрацию того, как благочестивое руководство приводит к позитивным и эффективным изменениям в обществе. Давайте будем усердно молиться за своих руководителей, чтобы они принимали решение во славу Божью и в благословение другим. Кого из лидеров в своей жизни вы видели в деле, когда они ввели людей Божьими путями? Как вы сегодня можете их отблагодарить? Молитва. Дорогой Небесный Отец, благодарю Тебя, что Ты дал мне этот день. Пожалуйста, помоги мне учиться на примере Иосии и всегда и во всем искать Твоего водительства. Пожалуйста, дай мне смелость двигаться в том, что Ты вложил в мое сердце. Во имя Иисуса Христа я молюсь. Аминь.